здравствуйте мы решили записать подкаст по вашим пожеланиям расскажите нам как сделать красиво не учите нас выбирать ландшафтного дизайнера расскажите как сделать чтобы у нас было хорошо все и так поэтому я решила придумать для вас несколько полезных советов скажем так мне не хотелось идти по пути того что вот как открываешь книжку там и там и типа советы идут одни и те же во всех книжках я решила сделать список советов исходя из своего опыта и первый такой совет будет учитывайте гений места окружающий ландшафт природный тип тех то растительности которые вокруг вашего участка и внешний облик дома это на самом деле самый важный момент потому что когда ты попадаешь на участок который совершенно не соответствует окружающему ландшафту или дому владельца то участка это выглядит всегда очень искусственно чужеродно и скорее всего будет неоднократно переделываться поэтому вот этот момент про гений места он очень важен не забывайте про него скорее всего вы не просто так купили участок именно в этом месте вас что-то привлекло и скорее всего вы не просто так выбрали именно тот дом который вы построили он тоже вас привлек почему-то что-то у вас душе не отозвалось придумайте какую-то интересную легенду какой-то сценарий вашего сада и тогда вы вдохнете в него свою душу второй совет это используйте местные материалы касается этого на самом деле всего это касается и посадочного материала и касается и материалов для мощения и материалов для декорирования украшения очень часто видишь участки где используется множество разного камня породы которые никогда не могли бы встретиться в естественном ландшафте лежат рядом на участке причем на маленьком участке и выглядит это не очень хорошо и совершенно нелогично то же самое какой-нибудь очень южный камень какой-нибудь ярко-желтенький еще с каким-нибудь там ярко красненьким лежит на мощении выглядит тоже очень диссонирующие и совершенно не соответствует не стилистики дома не стилистики сада если вы выберете какие-то местные материалы какой-нибудь гранитный булыжничек даже гранитную брусчатку или тротуарную плитку серого цвета то будет совершенно все по-другому будет намного лучше насчет посадочного материала тоже понятно что если мы будем брать то что могло вырасти местном питомнике скорее всего с этими растениями у вас будет меньше проблем но естественно это будет дешевле естественно будет удобнее по логистике приедет к вам в менее замученном виде и принесет вам в итоге больше радости третий совет это не покупать все или множество сортов одного и того же растения если вы решили завести некую коллекцию каких-то растений пускай это будет коллекция действительно тех растений которые достойны того завести например 10 сортов спире японской на мой взгляд совершенно бессмысленно особенно если прямо в одной клумбе с ним еще 10 сортов барбариса тумберка то есть старайтесь именно в сортах брать как можно меньше четвертое когда вы планируете сажать растения учитывайте интенсивность их роста очень часто мы видим клумбу там 10 квадратных метров и на ней сидят растения которые впоследствии три растения будут занимать все эти десять метров и почему-то там сидят не три растения не 5 и даже не 10 а например там 20-30 вот этот момент очень тонкий он тут же пересекается с пятым еще не покупайте множество растений маленькой кондиции происходит это так чек приезжает весной фоби там очень много материала продается либо в горшочке по 9 это такой маленький горшочек совершенно крошечный либо это тубе в такое вот растение там почти можно сказать голый корень замотанный в полиэтилен и в такую картонную коробочку положены вытянутую человек покупает этого материала который стоит 100 120 рублей 20-30 к этих коробочек везет на участок и сажает и в каждой коробочке отдельно взятое растение то есть это все разные растения понимаете да человек тратит на это там 35 тысяч рублей можно например купить в горшке c2 растение которое будет уже где-то там ну 30-40 сантиметров в диаметре вы потратите те же деньги да но это будет совершенно другой вид и в итоге с учетом дальнейшего роста это будет более продуктивно следующий совет это сажайте зеленые изгороди на самом деле саду дачников изгороди практически не бывает почему-то самом деле потому что сады у нас небольшие до среднем 10 соток сад 10-12 соток там нужны разные совершенно структуры которые получается что друг другом пересекаются от этого мы никуда не денемся вот эти пересечения можно прекрасно закрывать перекрывать зелеными изгородями попробуйте посадить зеленую изгородь одну вторую они не обязательно должны быть из хвойных это может быть все какой-то лиственные кустарник там могут быть изгороди разной высоты например там с высотой со стол или с балкона перила и могут быть высотой человеческий рост и под каждый из этих размеров можно подобрать определенный посадочный материал то есть это могут быть и лиственные кустарники и хвойные смотрите думайте экспериментируйте я надеюсь что эта идея вам понравится следующий совет повторяйте в саду растения то есть например если у вас у парковки посажена спире серая посадите ее еще перед окном кухни или перед окном гостиной или посадите ее рядом с баней то есть пускай у вас растения в саду повторяются таким образом вы сделаете сад более цельным и это пойдет ему только на пользу следующий совет посмотрите на количество туй которые вы уже посадили и подумайте что бы вы могли с ними сделать вы можете попробовать их подстричь и таким образом сделать свой сад интереснее вы можете сделать из вертикальной ту и конус вы можете сделать кеглю вы можете сделать колонну поиграйте с этим то же самое касается шаровидных той ну во первых не забывайте связывать шаровидные ту и на зиму особенно пока они еще молоденькие довольно рыхленькие и обязательно их стригите и старайтесь стричь их не в шар а старайтесь стричь их немножко приплюснутые в такую плюшечку это будет смотреться гораздо более интереснее поиграйте с этим следующий совет тщательно выбирайте мафы это уже знает на на каждый дачник что почти все ландшафтные дизайнеры ненавидят гномиков зайчиков косуль которые насадили наши сады но что именно нам не нравится то что наверное не то что они там есть то какие они они обычно ни одного цвета да там красная шапочка какая-нибудь белая борода там голубые глаза слишком реалистичные косули там с какими-нибудь кружочками там чуть ли там не каждая шерстинка прорисована я вам сейчас покажу несколько вариантов как могут выглядеть мафы которые действительно будут интересны в саду это будут те же самые гномы это будут те же самые животные смотрите как по-другому это смотрится и это совершенно не убивает растения которые рядом посажены наоборот обогащает сад подумайте в этом направлении а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»